Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня у нас очередная распаковка лазерного уровня из Китая. На этот раз это новинка, на рынок выходит новый бренд под названием Клубиона. Пришел уровень вот в такой упаковке, все очень хорошо запаковано, пришло прямо до дверей компании SDEC буквально за 10 дней. Давайте вскроем и посмотрим поближе. Очень толстый слой пупырчатой пленки, запаковано на совесть. Дополнительно упакован в такую коробку и вот пришел уровень в таком чемодане. На первый взгляд чемодан очень классный, выглядит намного лучше, чем у Катиана 3D. Так, это сам уровень Клубиона 3D. Таким образом выглядит. И есть инструкция. Инструкция, соответственно, на английском языке. Из кратеньких характеристик, точность плюс-минус 2 миллиметра на 5 метров, диапазон работы компенсатора 3,5 градуса, рабочая дистанция 15 метров, крепление на штатив 1,4 дюйма, класс лазера 2, длина лазер 635 нанометров, температура рабочая от минус 10 до плюс 50, температура хранения от минус 20 до плюс 60, размер 5 часов работает у одного комплекта батарей, защита от пыль и влаги IP54 и весит он 800 грамм. И также в комплекте есть поворотное основание. Многим оно уже знакомо по другим приборам. У Fireco 3D в комплекте такое же поворотное основание с резьбой 1,4 дюйма. Здесь также есть пузырьковый уровень. И снизу резьба 5,8 дюйма, для установки на штатив либо штангу. Уровень стоит в районе 8,5 тысяч рублей, практически так же, как и Fireco 3D. Только Fireco на данный момент стоит рублей на 350 дешевле. Функционал у прибора такой же, как у Fireco. На первый взгляд прибор очень неплохой. Я потом сделаю сравнение с Fireco 3D. Но хочу сразу сказать, сборка примерно такая же, но чувствуется, что клубионный пластик чуть-чуть потоньше. По крайней мере, почему-то мне кажется, что он легче, чем Fireco. Сборка сделана также на высоком уровне. Все четко. Резиновые грани четко ложатся по корпусу. Все ровненько. Никаких потеков клея. Модель называется PR94T. Вот клавиша выглядит таким образом. Здесь подписано клубиона. Снизу прибора располагается резьба для крепления на штатив с резьбой 1,4 дюйма. Резьба сделана также качественно, из металлической втулки. Батарейный отсек на 4 батарейки тоже сделан очень хорошо. В принципе, я говорю, исполнение очень похоже на Fireco. И такое же поворотное основание. В принципе, его достаточно. Плохо, конечно, что здесь нет микровинтов, но тем не менее, если требуется поворачивать вокруг прибор, то в принципе его будет достаточно. Так, друзья, ну давайте вставим батарейки и посмотрим, как он работает, какой у него функционал и посмотрим толщину линии на 5 и 12 метрах. Сравнивать будем, как всегда, с нашим именитым гиофенолом. Так, друзья, вот я ставил батарейки. При включении тумблера загорается один горизонт и при нажатии на эту клавишу загорается одна вертикаль, следующее нажатие вторая вертикаль. Линии средней яркости, в принципе, достаточно неплохие линии. При следующем нажатии все отключается и остается только горизонт. То есть такая же история, как у Fireco. То есть отдельно одну плоскость можно оставить только горизонтальную. То есть если надо оставить одну вертикаль, то здесь такого сделать также не получится. При заблокированном компенсаторе, если удерживать эту клавишу в районе 5 секунд, то включится режим заблокированным компенсатором. Компенсатор будет заблокирован и линии можно задавать под любым наклоном. Так же, как у Fireco, линия будет мигать где-то с дискретностью в 5 секунд. Ну, это не критично и для работы не мешает. Да, друзья, кто-то в комментариях писал, что если зажать клавишу у того же Fireco на секунд 10, то включится режим работ с приемником. То есть линия начнет гореть чуть тусклее. Я проверил, на самом деле, это так. Давайте проверим то же самое у этой клубионы. Так, вот сейчас включим уровень. Не знаю, будет видно вам или нет. Вот сейчас я зажму клавишу и через 10 секунд примерно мы посмотрим. Раз, два, три, четыре. А вот, вот сейчас, если видели, то линия стала намного тусклее. Ну, как, в принципе, везде в пульсирующем режиме у всех приборов, также и здесь линия стала чуть потусклее. Соответственно, такой же режим работы с приемником есть и на клубионе. В общем, друзья, функционал получается идентичный Fireco. Есть режим работы с заблокированным компенсатором и, как выяснилось, есть режим работы с приемником. Ну, в отличие от других, чуть более дорогих 3D приборов с Алиэкспресс, здесь нету возможности работать от сети. Ну, этот вопрос можно решить, в принципе, другим путем. Взять четыре аккумулятора, а лучше восемь аккумуляторов и зарядное на четыре аккумулятора. То есть, четыре у вас зарядки, четыре работают. Такой же принцип, как на шуруповертах. Можно вот так выйти из положения. Так, ну давайте посмотрим теперь толщину луча на 5 и 12 метрах. Вот в наших образцах видно сразу, что клубиона PR-94T довольно компактный прибор, так как по сравнению с геофенолом он практически такой же, а геофенол, как многие знают, небольшой прибор. Так вот, я поставил на расстоянии 5 метров от стены. Давайте посмотрим толщину линии. Да, друзья, вот не знаю, как вам видно на видео, но мне видно, что вот лучи геофенола, вот горизонт нижний и вот слева вертикаль, они чуть поярче, чем линии клубионы. Яркость, конечно, незначительно отличается, но, тем не менее, различия есть. А в толщине луча клубиону хочется похвалить на самом деле, потому что для конусных призм линия у него достаточно тонкая и абсолютно такая же, как у геофенола. Но у геофенола стоят обычные цилиндрические призмы. Толщина луча меньше двух миллиметров. Для конусных призм это, конечно, хороший результат. Ну, давайте посмотрим, как будет ситуация складываться на 12 метрах. На 12 метрах ситуация такая. Линия, в принципе, по яркости не потеряла. Ну и, друзья, хочется отметить, что она очень тонкая. Такая же, как у геофенола, в районе трех миллиметров. На самом деле, для конусных призм это просто отличный результат. В общем, друзья, итог такой. Очередной достойный лазерный уровень стоит недорого 8,5 тысяч рублей для 3d лазерного уровня. Линии для конусных призм очень тонкие, что очень порадовало на самом деле. Поэтому, если кто стоит перед выбором и смотрит в сторону этого прибора, можете смело брать. На самом деле, очень классный прибор. Других видео сравню его с Fireco, проверю его на точность. Поэтому не забывайте подписываться на канал, не забывайте жать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok